Почему пришло какое-то понимание, что надо уходить в онлайн? Мы записали курс за трое суток. Как вы выявляли то, что люди хотят? Вам надо? Слушай, минимум заборочек, да? Очень здорово. Я понял, что онлайн-то, блин, все-таки зарабатывает. Друзья, всем привет! Снова в студии мы арендовали специально для вас, чтобы вы смогли посмотреть новое полезное образовательное видео. У нас в студии Борис Силюков, это продюсер четырех, а может быть, даже и большего количества онлайн-школ. Он сегодня расскажет полезные инсайты специально для вас. Борис, мы не предупредили, что еще что-то нужно будет разыграть. Не переживайте, это не ваш пиджак. Собственно, давайте знакомиться. Илья у нас задает каверзные вопросы, как всегда. Маленький пытливый ум, ключевое слово маленький. Вот, так что, с чего начнем, Илюх? Начнем с вопроса о том, во-первых, Федор будет говорить с тобой на «вы», я на «ты», привет! Привет! Да, и возраст не позволяет. Здравствуйте! Да, вопрос такой. Вот у меня, по информации, которая есть у меня, четыре ниши. Это пауэрлифтинг, грудное вскармливание, заикание и экономия семейного бюджета. Вопрос, наверное, пойдет про них чуть позже, а сперва, как... Не особо верно. Не особо верно? Да. Нет, не дай поправимся сразу, где, что не так? Что не так? Это изначальная информация, с чем я как бы пришел, это была еще, наверное, информация годичной давности. Так, ну, я год назад готовился к интервью просто. Давно меня ждал, да? Да, да, да. Прекрасно. А сейчас другие, немножечко ниши, но именно те, что работают. Работают это пауэрлифтинг, работает сейчас продажи, продажи в онлайне, то есть мы будем готовить продавцов для онлайн-школ. И у меня еще работает, получается, школа музыки. Школа музыки по написанию хетовых треков в домашних условиях. Это то, что работает, а грудное вскармливание, оно уже запускалось и сейчас реанимируется и запускается заново, потому как эксперты ко мне три дня назад пришли и сказали, что да, мы хотим все-таки дальнейших действий, мы сами не справляемся. Слушай, вот сперва хотелось узнать, ты до того, как начал заниматься онлайн-школами, продюсированием, работал по найму или был какой-то собственный бизнес и почему пришло какое-то понимание, что надо вот уходить в онлайн? Нам интересна частная твоя история, потому что у каждого предпринимателя в сфере онлайн-образования, у него своя история, мы никого не сравниваем, нам просто интересен личный опыт твой. Где ты был, с чего начинал? Ой, я начинал вам всю историю, прям с детства или как бы... Как познакомились твои родители? Потому что работал я, наверное, с класса пятого. Это интересно, кстати. Ты начал... Я по-не-братски пришел на «ты». Привет, Борь. Вот. Кто-то начинает принимать физическую деятельность, открывать тебе этот талант в юные годы совершенно. Давай, про пятый класс, ну, по-первых, опыт. Мы начали заниматься сейчас продажами, именно развивать эту школу. Мы начали анализировать всех, кто начинал с продаж. И оказалось, что все успешнейшие люди в мире, они с продаж все начинали. Я начал тоже с продаж. Я продавал игрушки старые, да, те, которые у меня были. Следом я что-то копал, что-то грузил, там, арбузы, землю и так далее. А потом уже, когда уже отучился в институте, я сначала был инженером по охране труда управления образования. А потом уже я 9 лет здесь, переехав сюда уже в Москву, я сначала был инженером в строительной компании, которая занималась и занимается сейчас техобслуживанием гипермаркетов, впоследствии стал руководителем этой компании, руководил ей достаточно успешно. А онлайн я искал давно. Ну, как давно? Я, когда занялся на бешеной сушке все-таки всякими процедурами сброса веса, я понял, что онлайн-то, блин, все-таки зарабатывает. И я, когда узнал обороты, я начал искать, а что же мне придумать. Я думал о проектах, о спорте, о чем-то, но я не знал, как вообще не знал, вот что это такое. Я, когда уволился я в мае, а в августе я уже пришел учиться как раз, да, акселератору. Случайно увидел у себя на почте сообщение о том, что вот есть акселератор со странной, конечно, мне странно было, что они мне прислали, мне там спродюсируй кого-то, там, да что за хрень, удалил. Следом через 2 дня опять спродюсируй себя или кого-то. Я думал, что ж вы мне что-то шлете, надо же открыть. Я же не продюсер. Открыл. И в этот же день я попал на вебинар. Я сидел с 8 вечера до пол первого ночи. С утра с конспектом встал перед женой, презентовал, так сказать, идею. И, собственно, уже с 1 августа я пришел на обучение. С 1 августа вот этого года? Ну, то есть, нет, это с 17-го года. То есть, я уже полтора года, считай, здесь. Когда пришел в акселератор, там был же модуль по выбору ниши. И, ну, кто-то одну выбирает нишу, кто-то там две, кто-то три, а я сразу пять. Потому что, ну, мне интересно очень много всего. Я хожу в фейтнесс-клуб, и я пришел к тренеру своему, говорю, Станислав, вот у меня идея есть. Он говорит, а нужно, у нас же есть чемпион мира по пауэрлифтингу в клубе. Втроем мы стали двигаться по пауэрлифтингу. У него аудитория была на тот момент 50 с чем-то, 30 человек через Инстаграм. Да, и мы на этой аудитории как раз мы сделали, считай, все первые деньги. Мы придумали курс, то есть сели, была идея, что вот, и мы начали думать, что же нужно для пауэрлифтеров. Но ошибка была в чем? Мы придумали вот как раз то, что им необходимо, по нашему мнению. То есть мы хотели готовить их к соревнованиям, ну, все как он делает, да. А большинство из них просто хотят тянуть больше и не травмироваться. Ну, и, соответственно, когда к нам пришло там что-то человек на вебинар, на первое, мы думаем, классно, супер вообще, все. И приобрели два. И мы, соответственно, переделали курс, исходя из того, что люди хотят. Как вы выявляли то, что люди хотят? Как обратный связь получили? Обзванивали, обзванивали, спрашивали, устраивали опросы в Инстаграме у него же, что хотите, что вам, что было бы интересно от меня бы получить. То есть за какие деньги? То есть, ну, все, все с обиранием обратной связи. Сделали и за первый вот же поток мы заработали чуть больше, чем 300 тысяч рублей. Ну, это оборот был, да, естественно, был оборот, были расходы. Основные расходы на что? Реклама? Основные расходы, нет, на рекламу у нас было ноль. Основные расходы до записи курса были на платформы, на подрядчиков по лендингам, на платформы, на вебинарную платформу, на лендинги. Ну, то есть, все вроде бы мелочи, на агит-курс, но вытекало там 30 тысяч рублей. А инвестировал это все я, и потом еще мы потратили из уже заработанных денег 120 тысяч рублей на запись курса. Мы записывали просто в тренажерном зале это все. Записывали тоже весело было. Мы записали курс за трое суток. Ага, три смены. Кто у тебя занимается обзвонами аудитории, которая уже прошла первый курс? Это все происходит на онлайн-сессиях. То есть онлайн-сессии всегда есть в курсе, и на онлайн-сессиях всегда спрашиваешь, вот честно, ребят, как бы, все вас устраивает или нет? Вот честно, а вы скажетесь, вам ничего за это не будет, или даже еще что-то бесплатно будет? Как бы, да, может быть, еще что-то запишем вам, а ничего, не оплачивайте дополнительно, просто сообщите нам, что вам не хватило, к примеру, там, стиля, там, какой-то хаос, вот нам нужно, чтобы ты вот эту фишку показал. Или плагины какие-то по музыке нужно дополнительно еще рассмотреть, потому что вам не хватило. Как вы разрабатывали вот методологию подачи информации, то есть, ну, вот вообще всю программу, что нужно говорить, разбивали по курсам, то есть, вот... В процессе съемок или вообще... Нет, вообще, то есть курс разработать вообще, как вы к этому подходили, то есть... Курс, исходя из знаний акселератора, который он дал, как вообще курсы строиться, что нужно закончить, да... Не, ну, так это все было интуитивно на самом деле, потому что мы начали с техники, соответственно, ну, все-таки же эксперты знают, они тренируют вживую, да, людей, и они знают, с чего начать с нулевым человеком, если он приходит на тренировку, соответственно, ему необходимо технику сначала все корректировать, следом ему нужно режимы всякие, тренировочные планы сделать, следом нужно разобраться с его стяжками, там, чтобы он не травмировался. По питанию мы модули сделали и по мотивации, то есть ему необходимо настроиться на работу всю, в принципе. Ну, мы провели три потока, заработали мы где-то миллион рублей на этом всем деле. За три потока? Да. Это чистая прибыль или это оборот? Это прибыль. Ой, это оборот. Оборот. Это оборот, да. Но расходов там было немного, то есть у нас, я считал, прибыль второго там 95%, третьего 90% прибыли. То есть это из-за того, что есть аудитория, из-за того, что в рекламу вложений очень мало. Ну, то есть, вот, да, хотел задать вопрос, это работает только с теплой аудиторией, вот через социальную серию? Я рекламу тестировал за деньги, то есть там мы вкладывали по 10-20 тысяч рублей. Я тестировал на Фейсбуке, в Инстаграме и ВКонтакте, и вот за два потока мы вложили, ну, тысяч сорок. А откуда была, ну, какая-то статистика есть, откуда прирост больше был? Из Инстаграма. Из Инстаграма. Да, из Инстаграма лучше сработало. Ну, там вся аудитория у него. Сколько денег было потрачено на обучение в Акселераторе? Какой пакет был? Я брал за 300 тысяч рублей купе. Стоит ли этих денег обучение? Ну, так. Честно, я бы дал больше. То есть, было бы больше, я бы дал бы больше. А сколько вы на сколько больше платили? Примерно, не знаю. По ощущениям, миллиона на два, наверное, информации. А вот сейчас есть шанс, миллион семьсот. Близь в сентап. Так я же сказал, если бы было больше. Может быть и больше. Здесь же суть, наверное, не в информации, потому что, ну, и в информации в том числе. Мне больше дало, на самом деле, сообщество информации. То есть, приглашенные спикеры, я уроки все не досмотрел еще даже сейчас, уже будучи. Ну, как мы говорили, за кулисами половину только посмотрели. Ну, да, я как бы до определенного уровня все посмотрел, а дальше узнавал из конференций, от коллег, из каких-то приглашенных спикеров, из каких-то встреч с кураторами. Было очень много всего информации. Там очень много информации. А какие, вот, помимо пауэрлифтинга, ниши сейчас, ну, доходные, которые работают и приносят? Ну, я поэтапно расскажу. То есть, соответственно, следом за пауэрлифтингом я начал заниматься в нише по музыке. Соответственно, то, что работает. Сейчас мы второй уже поток запустили. С понедельника, с вот этого запустили второй поток. И заработанных денег там получается оборота 700 тысяч рублей. За два потока? Да, за два потока. Но курс записываем мы на iPhone в студии. Ну, у нас все вебинары проходят в профессиональной студии, со звуком. Все, оборудование есть. Четыре разрешения ставится. Да, и на iPhone 8 пишется курс. Мы монтируем его сами. Поэтому... Слушай, минимум заборочек, да? Да, очень здорово. А какие отзывы? То есть, ну, нормально, всех все устраивает? Да, ну, правда, чуть-чуть мы со сроками не уложились. Качество картинки шикарное, звук хороший. Тяжело ли было вообще обучаться в акселераторе? Ну, то есть, там легко ли преподаются все курсы для понимания человека? На самом деле, я когда пришел сюда учиться, я очень психовал сильно, потому что я ничего не понимал вообще. Вот, представляете, да, строительство. Вначале я всех кураторов просто задолбал, мне так кажется, потому что я все термины, вот эти лендинги, там, трафик, я для меня трафик вообще, ну, как-то слуги, говорю, что это? И вот это было две недели первых, когда был первый модуль. Я сидел до трех ночи, изучал, как это все происходит, ну, делал домашнее задание. А потом уже, когда я начал вливаться, когда начал что-то понимать, что вот, оказывается, вот это для этого, это для этого, это для этого. И тогда уже стало, на самом деле, проще. Все остальные модули, конечно, чисто выжимка информации, без воды, без всякого хлама, который не нужен, ну, потому что действительно у всех времени не хватает. Они не одобряют, конечно, то, чтобы делать сразу несколько школ, да, но я тоже не одобряю этого, и поэтому другие проекты делаю не один. А уже где-то продюсер совместно со мной работает. Вот в школе по продажам мы договорились с еще одной девушкой, с продюсером. И сейчас как раз мы буквально вчера продали первые три пакета. Будем с первого числа уже обучать людей. То есть еще нет каких-то результатов, да? Ну, в школе продаж, да, это вот, ну, у меня в школе продаж был сложный путь, потому что мы два месяца, мы работали с одним экспертом из акселератора тоже. Но в итоге мы пришли к тому, что, ну, мы проводили запуски, они были неудачными. То есть мы давали, видимо, что-то не то. И в итоге пришли к выводу по инициативе этого эксперта, она хочет идти другим путем. Ну, окей, мы расстались с друзьями, все в порядке. И нашли другого эксперта буквально за неделю, отписав точно так же всем, кого мы нашли в интернете, кто ответил, с теми мы поговорили. И нашли Андрея, тот, который сейчас у нас является экспертом. И с ним, соответственно, развиваем проект очень такой, мне кажется, очень классный. И тоже сегодня же разработали стратегию продуктов, ну, не знаю, лет, наверное, года на два-три вперед. Те, которые уже у нас, мы теоретически можем продавать аудитории, на которую мы нацелились. То есть это не один продукт. Потому что, в принципе, я сторонник не строить школы сразу же, с просчетом на будущее. Вот взять грудное вскармливание, да, то есть сейчас мы так же год назад в январе мы общались с экспертами, мы провели запуск пробный, но они решили, что тоже мы, может быть, сами попробуем. В офлайне? Вот обсуждали три дня назад с ними стратегию, говорю, а что дальше? Ну, то есть грудное вскармливание, ну, как бы, ну, все, ну, откормила женщина, что дальше-то продавать ей? Все, ей больше ничего от тебя не нужно. Ну, мы пришли к тому, что все-таки необходимо сообщество мамочек делать дальше. То есть мы предлагаем, мы также, как акселератор, мы хотим привести их в сообщество и платное сообщество, скорее всего, чтобы они там крутились, делились инсайтами какими-то. То есть, в принципе, для каждой ниши можно придумать, что-то продать аудитории, которую ты продал уже. И мы, когда садимся, мы разрисовываем всю матрицу продукта, вот, ну, кто-то этого не любит делать, кто-то хочет, там, а давай быстрее, 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 быстрее. Да, будет там 10-20 человек, кто купит твой продукт. А дальше, ну, вот это все. И сделаешь ты вот этот продукт, ты вложишь деньги, а дальше ты не продашь его другим людям. Необходимо протестировать сначала, узнать, кому он нужен и насколько нужен, глубок ли этот рынок, да, велик ли он. Как это сделать? Как это сделать? Ну, только тестами. То есть, ты запускаешь, ты вебинар проводишь, ты опрашиваешь аудиторию, а и до этого ты опрашиваешь, до того, как ты придумываешь, в принципе, офферы, УТП для них, предложения вот эти уникальные. Ты опрашиваешь аудиторию, говоришь, ребят, я вот придумал, ну, честно, вот, вам надо, вы хотите это все. Если отвечают, да, можно даже деньги вложить в рекламу, чтобы протестировать это предложение. Ты потратишь одну, там, две тысячи рублей на рекламу, но ты уже будешь знать, что тебе нужно вкладывать время. Время чуть дороже, соответственно, чем деньги. И поэтому, не протестировав, ну, а смысл что-то создавать. Где лучше складывать запросы? Там, где у эксперта аудитория, это в первую очередь. Ты берешь эксперта, да, ты знаешь, что кто-то его слушает ради чего-то. Ты делаешь предположения, вот, ну, наверное, ради вот этого. Ну, у нас основная аудитория в Инстаграме, значит, мы делаем в Инстаграме. В Инстаграме, да, делаешь пост. В самом аккаунте. Делаешь пост в аккаунте, говоришь, ну, так вот, честно. Пост или лучше в сторис, там, например? И там, и там. То есть, потому что, ну, сторис, сами знаете, больше показываются, чем все посты. Лучше через видео обратиться конкретно к людям. Через прямой эфир можно поговорить с людьми. Ну, сейчас тем более есть, там, по-моему, функция, то, что опросы, в опросы участвуют. Опросы, да, ну, много чего. Сейчас в Инстаграме, на самом деле, уникальная штука, которая развивается. Это очень хороший инструмент для бизнеса. Для предпринимательства, в принципе. Как вот заставить, точнее, не заставить, как человека побудить, чтобы он вернулся к тебе на следующий курс? Ну, смотри, там, пауэрлистик, он прослушал один курс, да? Там, также, музыка, продажи. Как его зацепить? Я уже говорил, да, наверное, что мы изначально, мы продумаем всю матрицу продуктов. То есть, что можно допродать человеку. К примеру, по музыке он делает в процессе курса один трек в стиле одном, ты следом предлагаешь ему сделать в другом стиле трек. Или изучить глубже теории о музыке. То есть, ты один из тех же модулей, которые есть в курсе, ты просто углубляешься, ты общаешься в процессе обучения с учениками, ты собираешь обратную связь. То есть, где чего не охватило. И кто-то скажет, там, мне нужно глубже здесь. То есть, соответственно, ты видишь, что спрос есть, ты просто записываешь еще два-три или сколько-то уроков и делаешь еще один новый курс. И допродаешь кому-то. А в чем причина ухода экспертов? Ну, эксперты, они все люди творческие. Тут нужно всегда искать все подходы к ним. Я стараюсь выстраивать деловые, эффективные отношения изначально. Мне кажется, что просто все мои ошибки были связаны с тем, что я не договаривался обо всех нюансах на старте. Ну, то есть, на берегу все. На берегу обсудить, как бы, что может быть и все оформить на бумаге. Это важно. Если ты говоришь с экспертом, что я хочу с тобой все на бумаге оформить, и он говорит, ну, а зачем? Значит, уже сразу. Мне кажется, что, ну, а зачем, в принципе, работать тогда? То есть, эффективность отношений, она может быть только тогда, когда ты четко и конкретно рассказываешь, вот, да, может быть так. То есть, мне один вот из экспертов мне задал, мне вопрос, а что тебе мешает взять деньги и уйти? Вот мы сейчас их все заработаем, да? Ты их заберешь, потому что все деньги, все приходят ко мне на счет. А что мешает? Говорю, да ничего, как бы, собственно. Он говорит, а мне нужен, мне нужен тогда доступ к счету. Говорю, а что тогда тебе мешает? Взять и снять все деньги и уйти. Моя знакомая с тобой, вот, день-два. Он говорит, да тоже ничего. Говорю, ну, тогда смысл? Ты приходишь ко мне в предпринимательство, я тебя к себе зову. Не ты меня позвал, а я тебя позвал к себе, уже бизнес, у меня все оформлено, у меня все официально, ИП, все зарегистрированные аккаунты. То есть, у меня все налажено уже, все деньги, в принципе, приходят ко мне на счет. Я говорю честно и открыто, что вот будет именно так. Если ты не готов, как бы, к этому, ну, а зачем? И вот эксперты уходили, да, в том числе из-за того, что не было договоренностей четких, и когда как-то были какие-то ситуации, что там что-то не нравилось, мы не говорили впрямую друг к другу, а потом вот что-то выдавалось там. Вытопительный эффект. Да, вот мне все, мне не нравится. Вот мне не нравится, я ухожу. Эксперты звездные, да, понятно, есть вот по пауэрлифтингу. Как с ними нужно договариваться так, чтобы не обидеть? Потому что они, там, знают себе цену, да, как в процентном соотношении у тебя это выстроено с экспертами, там, не знаю, 50 на 50, или там ты немного прогибаешься под эксперты. Как вот вообще этот процесс все? В общем, сколько платить эксперт вообще, в принципе, не звездному и звездному? На самом деле, деликатный вопрос. Сколько платить? А вот я такие... В процентном соотношении. Ну, в процентном соотношении каждый рассматривает все по-разному. Я бы со звездными шел бы на старте на партнерских отношениях. То есть все поровну. Если эксперт звездный действительно, то я бы и вкладывал бы деньги, потому что у него аудитория есть. Это первое. Если экспертов два в проекте, то нужно смотреть уже на тот объем работы, кто что делает. Я изначально заявляю о 50% мне, о чистой прибыли. Я не сторонник брать их на зарплату на этапе старта, потому что все на этапе старта вкладываются очень много. Сейчас, когда мы работаем продюсеров в проекте 2, мы сразу сказали, что мы все в равных условиях идем. Все втроем. То есть 30-30-30. Ну, 33-33-33-33. Потому что это... Мы не знаем, что получится из этого. Каждый делает свою деятельность. Мы расписали функции каждого человека. И мы по итогу каждой встречи мы знаем, кто что будет делать. Мы даже и не говорим там, ты вот это сделай, пожалуйста. Каждый знает. Ты делаешь это, я это. На бумаге не прописано? Прописано. Я уже говорил, что это важно. Мы прописали функционал, особенно по отношению с экспертом. То есть он знает, что мы делаем, мы знаем, что он делает, и мы можем на бумаге это все предоставить. Вот ты, пожалуйста, подписался. Класс. Ну и вот подошел момент, самый приятный, наверное, для кого-то. Подарочки дарить. Придумал, что будешь дарить? Подарочки. Скидку на курсы. Куда мы? В продаже, да? Да можно в продаже, потому что те, кто посмотрят нас на канале Акселератора, я думаю, им продажи будут актуальны. Курс по продажам там в течение недели после выпуска, после выхода эфира, скидка... Сколько процентов? Давайте 30. 30 процентов? Скидка по промо-коду ARBUZ. Этого не было, как бы. У нас 20 час, давайте 30. Давайте. Да, 30 процентов, друзья. Причем она сутки действует, а я даю всю неделю по итогу выпуска. Резюмируем, друзья. И давайте тогда и на музыку. И на музыку еще? Да, еще и на музыку. Давайте на школу музыки, потому что школа музыки тоже хорошо. И на школу музыки тоже в течение недели скидка... Давайте... Тут тоже 30 процентов. Если мне позвонят еще лично, дам чуть больше. В общем, у нас Борис на два своих проекта дает по промо-коду ARBUZ скидку 30 процентов. Школа музыки и школа по продажам. Кому что, кому для души, кому для дела. Друзья, с пользой провели, уверен, это время. Не потратили его зря, инвестировали себя в свои знания. Так что давайте еще раз скажем огромное большующее спасибо. Борис Силюков, пожмем в руки. Спасибо. Спасибо вам. В общем-то, увидимся совсем скоро, через определенное количество времени на этом же канале. С новым спикером, друзья. Только польза, только лайфхаки, только развитие здесь с нами на акселераторе. Что интересным было в беседе с Борисом? На самом деле, я узнал вот в его истории себя, когда он говорил про успешных людей, что они с детства начинают с продаж. Да, то есть, и я такой, ну, я себя с этим ассоциирую, потому что я сам хочу быть успешным и добиться определенного финансового благополучия. А в детстве я в школе делал, знаешь, такие штучки, короче, из картона вырезал. Назывались они вертолетики. На палец ставишь, она такая, как пропеллер трехпалая. Пальцем, щелбаном ее закручиваешь, и она летит, как бумеранг. Вот. Я продавал это, по-моему, по рублю, что ли, или рубль 50, таким образом. У меня модель тоже в детстве была такая интересная. Но у меня было, знаешь, как у меня, типа, купил-продал. Купил, там, по дешевке, продал подороже. Я на автомобильном рынке летом продавал мороженое. И, ну, там, с точки зрения, да, то есть, мы ездили на базу мороженого, закупали, там, два ящика мороженого, стаканчики, по 50 копеек стаканчик. Продавали по 2 рубля стаканчик. То есть, там, представляешь, какая моржа. Такая у нас нотка ностальгии, ретроспективная минутка, скажем так. Вот. А что вообще интересного было для меня? Я, опять-таки, в очередной раз записываю. Мне понравилось то, что он обходится, он, как предприниматель, экономит средства, чтобы не распыляться. Есть же iPhone. Можно, зачем арендовать дорогущую камеру и технику, когда можно на iPhone записать свой курс. Да, это, на самом деле, короче, для меня было каким-то, знаешь, таким, типа, так можно было? Вау, почему мы так не сделали? Хотя мы же делали с тобой уже вебинар, проводили, проводили на ноутбуке. Да. С не очень качеством, да? А можно было, да, просто на iPhone все транслировать. Но у нас эта головная боль сразу уходит далеко. В общем, можно с iPhone'чиком как бы нормально расправиться. И еще ценные инсайты, как от продюсера я от него получил, по поводу работы с экспертами. Мне кажется, там, ну, пусть он даже где-то что-то не договорил, но не будем повторяться, советы дельные, честно скажем. Нет, тут, конечно, вопросов нет, что человек все говорит по делу и все грамотно очень делает. Вот. Так что тоже интервью состоялось удалось, контактами обменялись, так что будем продолжать общаться, у него еще есть чему поучиться. Самое главное, что, ну, чем мне понравилось, тем, что он говорит, я типа не готов останавливаться, мне надо больше школ, мне надо вот все это упаковывать и делать такой базис онлайн-школ, куда вы можете прийти, выбрать себе по душе какую-то нишу и хобби, может быть, да, и этим заниматься. И это круто, потому что тут, во-первых, нужно очень много личностной энергии, да, там, вести все эти дела. Помимо того, что он, там, является продюсером, он же еще, там, сопродюсер, и, то есть, жена ему, там, помогает, ну, то есть, это такой вот... Это, знаешь, да, это self-made, такой человек, который сделал себя сам, не останавливается на достигнутом, видно, что у него в жизни было много препятствий и трудностей, да, вот, но он их преодолел и также позитивный, открыт, без всякого напуска, не замкнутый, очень располагающий к себе и с удовольствием рассказывает, делится своим опытом. Кармический менеджмент. На этой, я думаю, фразе мы и закончим. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok